Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин и сегодня мы с вами будем говорить о гидраторах. Попытаемся выяснить, годная это снаряга или нет, потому что я обычно натыкаюсь на полярные мнения. Одни говорят, что гидраторы это чрезвычайно удобная штука, жить без них не могу, а другие говорят, что это бесполезный тяжелый кусок фигни. Что же это на самом деле мы попытаемся выяснить сегодня, во всяком случае выявим все плюсы и минусы, а вердикт вы уже сами в конце вынесете. Своё мнение я тоже несомненно выскажу и им с вами поделюсь. Недавно прошли большой поход по Исландии с гидратором. Это был в принципе первый такой большой поход, куда я брал гидратор. До этого ходил только в короткие походики, где я пользовался гидратором. Гидраторами пользуюсь уже достаточно продолжительное время, но вот в большой поход впервые решился его взять. Итак, что мне понравилось, что не понравилось, давайте с вами поделюсь. Небольшая рекламная вставка, друзья. Все мы помним эту историю про готовь сани летом, что-то там. Ну или хотя бы осенью сани готовь, потому что на самом деле новогодние праздники уже совсем не за горами. В декабре цены резко возрастут, будет всё дорого, поэтому выгоднее закупаться сейчас. Сейчас будет 11.11, потом будет чёрная пятница и товары будут стоить дёшево. Плюс дополнительно сэкономить вам поможет наш сегодняшний спонсор, обалденнейший кэшбэк Cash4Brands. К тому же они проводят ещё обалденные конкурсы. Один из последних такой. Покупайте что-то в рамках распродажи 11.11 и получаете билет, который будет участвовать в розыгрыше. Больше билетов, больше шансов на победу. Ещё чуть позже расскажу про другой обалденный конкурс, который мы замутили вместе с Cash4Brands на нашем канале. Думаю, что такое кэшбэк вам объяснять не нужно. Это когда вы покупаете какой-то товар и часть суммы получаете обратно. Не в виде каких-то пунктов или баллов виртуальных, а в виде самых что ни на есть настоящих денег. Которые можно запросто сразу вывести. Хоть один рубль выводи на Kiwi, PayPal, Яндекс.Деньги. В общем, куда хочешь, туда и выводи. Это всё довольно просто делается. У Cash4Brands огромный выбор магазинов. Мы частенько покупаем различное туристическое снаряжение, такое как конденсатники, титановая посуда, разные газовые горелки. На Алиэкспрессе, Гербесте, Бен Гуди. Таня часто заказывает книги из Лабиринта, одежду на Асосе. И с всего этого нам летит кэшбэк. Чтобы не забывать пользоваться кэшбэком, есть специальное расширение для браузера. Просто заходите на сайт продавца. У вас всплывает такое окошко, что с этих покупок можно получать кэшбэк. Кликайте по этому окошку и кэшбэк активизируется. Всё очень просто. Но мы последнее время всё чаще покупаем всё через телефон. У них для этого тоже есть хорошая приложуха, которая работает на iOS и на Android. Просто заходите через это приложение на сайты магазинов, покупаете то, что вам нужно и получаете свой кэшбэк. Cash4Brands занимает первое место по отзывам на Google Play среди других кэшбэк-приложений. У их техподдержки также отличные отзывы. Первые места на отзывике и I recommend. И как обещал конкурс для наших подписчиков, для всех, кто уже зарегистрирован или прямо сейчас зарегистрируется по ссылкам в описании на сайте Cash4Brands. Правила предельно просты. Берёте свой ID сервиса Cash4Brands и оставляете его в комментариях под этим роликом. Нельзя оставлять свой ID два раза, нельзя регистрироваться два раза. Мы всё проверим. И через неделю с помощью рандомайзера мы выберем одного победителя, который получит 3000 рублей на покупки в магазинах, представленных в Cash4Brands. Результаты этого конкурса мы опубликуем в инстаграме. Внимание, на ютубе этих результатов не будет, так что подписывайтесь на нашу инсту, чтобы узнать победили вы или нет. Ссылки на кэшбэк в описании, а мы продолжаем. Начнём, наверное, с положительного, с плюсов. Плюс первый, гидратор на самом деле удобная штуковина и пить из него на ходу чрезвычайно удобно. Да, даже и не на ходу, стоя на месте, тоже пить из него удобно. Это, я думаю, для всех очевидно. Не нужно откручивать никакие пробки, не нужно доставать из каких-то карманов бутылки, не нужно запихивать эти бутылки обратно, не нужно проверять, хорошо ли закрутил ты пробку на бутылке. И все вот эти операции, которые связаны с бутылочным выниманием и убиранием их обратно, у нас отпадают. Следующий плюс, который вытекает из этого, отпадает часть привалов, которые вы делаете для того, чтобы утолить жажду. Возможно, вы даже не устали, просто хотите пить, для этого вам приходится останавливаться, для того, чтобы достать бутылку, убрать её обратно. И на это вы теряете время. Поскольку вы остановились, вы уже думаете, ну ладно, раз остановился, давайте посижу немножко. И темп движения сильно падает. С гидратором темп движения у нас сильно повысился. Мы отбросили часть ненужных привалов, которые мы делали для того, чтобы утолить жажду. И всё это делали на ходу. Поэтому ходили мы быстрее и больше тратили время на передвижение по маршруту. Следующий плюс, такой чисто эстетический гидратор. Это всё-таки специализированное туристическое снаряжение, которое выглядит приятно, которое выглядит симпатично и фотогенично. И на него гораздо приятнее смотреть, чем на грязные замызганные полторашки из-под чего бы то ни было. Опять же, на фото и видео он получается лучше и не портит общую картинку. Следующий плюс, в гидратор удобно набирать воду. Даже в такой гидратор с крышкой, я уже не говорю про гидраторы с системой Rolltop, удобнее набирать воду, чем в любую пластиковую бутылку. Можно им даже где-то что-то зачерпнуть. И это всё гораздо быстрее, удобнее и приятнее, чем с обычными пластиковыми бутылками. Гидратор можно использовать как кран. Если зажать поилку, получаем стабильную такую струю воды, под которой очень удобно мыть руки, ноги и вообще что бы то ни было. Конечно, можно помыть всё таким же образом из бутылки, но там контролировать струю и поток гораздо сложнее и расход воды, несомненно, больше. Гидратор в этом смысле гораздо удобнее и практичнее. Следующий плюс. Гидратор это всё-таки долгоиграющая штука, которая прослужит много лет и которая не изнашивается так быстро, как просто пластиковые бутылки. И мы не засоряем нашу окружающую среду дополнительным пластиком и вносим свой микроскопический, конечно, вклад в сохранение нашей природы и окружающей среды. Я всё-таки за вещи, которые служат долго. Теперь погнали по минусам. Минус первый, наверное, самый очевидный. Гидратор тяжёлый, если сравнивать его с обычными, конечно, пластиковыми бутылками. Если его сравнивать с какими-то пластиковыми флягами, то, наверное, они плюс-минус одинаково весят. Но если сравнивать с бутылкой из-под минералки, конечно, гидратор в несколько раз её тяжелее. А лишний вес в рюкзаке это всегда минус. Минус следующий. Гидратор сложно мыть. Если бутылку из-под минералки мы в конце похода просто выбрасываем в мусорный бак или куда-то на переработку, то гидратор приходится после похода мыть, а это сложно. Особенно, если он такой с крышкой, туда приходится как-то залазить рукой, всё это вычищать. В общем-то, это составляет некоторую проблему и занимает ещё дополнительные силы. Минус следующий. Гидратор сложно крепить. Точнее, не сложно, а просто не так много вариантов, как вы его можете закрепить у себя на рюкзаке. Понятно, что сейчас в большинстве рюкзаков есть специальные карманы под гидратор, которые для него рассчитаны, где он замечательным образом помещается. Но, в отличие от бутылки, вы не можете её разместить в любом месте вашего рюкзака. Вы не можете закрепить гидратор где-то в боковом кармане, точнее, можете, но это будет чертовски неудобно, потому что он весь такой вот текучий, непрочный, неплотный. И с бутылкой это сделать гораздо удобнее. Бутылку вы можете, не знаю, закрепить в кармане, закрепить где-то в сумке, закрепить где-то сбоку, примотать её просто верёвкой где-нибудь на крайняк. С гидратором не так много вариантов. Минус следующий. Гидратор стоит денег. Если бутылка из-под минералки вам вообще ничего не стоит, вы просто покупаете себе минералку, а бутылку потом используете как ёмкость для воды. Или даже не покупаете себе минералку, просто на мусорке или где-нибудь под скамейкой находите пустую бутылку. Если вы бомжеход и используете её как ёмкость для воды. За гидратор вам придётся заплатить денег. Конечно, не супер бешеные суммы, но всё равно в несколько десятков, а то и сотен раз больше, чем за обычную бутылку минералки. Это, конечно же, минус. Гидратор это многоразовая штука, и его вы не будете выкидывать в конце маршрута, как вы это можете сделать с бутылкой из-под минералки. И, например, если вы летите самолётом, то он добавит несколько сотен граммов к вашему багажу. И многоразовость является как плюсом, так и минусом в каком-то смысле. И последний минус, который я придумал, гидратор это индивидуальная штука. Навряд ли вы будете делиться с членами вашей группы, своим гидратором, будете давать им пить из своей поилки. Если только это не совсем уж близкие для вас люди, с бутылкой всё, как мне кажется, чуть-чуть попроще. Можно дать друзьям попить из своей бутылки, и это не так странно, как делиться с ними вот этой вот соской поилкой. Так что гидратор это такая вещь индивидуального снаряжения скорее. Ну или снаряжение для очень близких для вас людей. Ещё один минус, который я вывел при использовании гидратора, он такой достаточно глобальный и значительный, как мне кажется, это то, что когда мы пользуемся гидратором, мы плохо представляем, сколько воды у нас осталось. Потому что гидратор обычно убран куда-то внутрь рюкзака, мы пьём на маршруте, но сколько воды у нас остаётся после того, как мы попили, мы не понимаем. С бутылкой гораздо проще. Вы отпили, посмотрели, сколько осталось, и понимаете, стоит ли вам экономить воду, или вы можете пить вдоволь. С гидратором никогда не понятно, сколько у вас осталось внутри, потому что вам для того, чтобы понять, сколько у вас осталось воды, придётся заглядывать внутрь рюкзака, доставать этот гидратор и смотреть, сколько осталось. Никто так обычно не делает. Поэтому можно не рассчитать свои водные запасы и потом остаться без воды, что является проблемой. Особенно в какой-то засушливой местности это может быть даже опасно. Такие вот плюсы и минусы я заметил при использовании гидраторов. Теперь давайте поделюсь своим мнением. Совсем недавно мы прошли большой поход по Исландии. Там мы пользовались гидратором очень активно. Это была единственная ёмкость для воды, которой мы пользовались. И, в принципе, нам понравилось. Откажусь ли я от обычных полторашек из-под минералки в пользу гидратора навсегда? Конечно, нет. В какие-то легкоходные походы, даже в одиночные походы я бы скорее брал просто обычные бутылки из-под минералки, потому что они тупо легче. Очень сильно легче. Кому я могу посоветовать гидратор? Тем, кто любит комфорт и комфортное снаряжение. Пить из гидратора просто обалденно, удобно, классно. И не сравнится, конечно, с бутылочным питьем, если так можно выразиться. Разумеется, это крутая штука для бегунов, тех, кто бегает ультрамарафоны, различные гонки, для тех, для кого время прохождения маршрута играет роль. Вы не останавливаетесь, вы не делаете лишних привалов, вы пьете на ходу. Это полезная штука для тех, кто экономит время прохождения своего маршрута. Ну и для тех, кто занимается фото- и видеосъемкой, кто снимает себя на камеру, кто снимает какие-то симпатичные фотографии. Конечно, гидратор выглядит круче, чем бутылки. С этим, я думаю, никто спорить не будет. Такое вот мое мнение. Мне понравилось на самом деле пользоваться гидратором. Комфортно, удобно. Но буду ли я пользоваться им всегда? Определенно нет. Буду ли я продолжать им пользоваться в своих походах? Определенно да. Где-то 50 на 50, я думаю, гидратор разделит должность емкости для воды с обычными пластиковыми полторашками. Такое вот у меня впечатление об этой штуке. Такое неоднозначное впечатление. Делитесь своим мнением в комментариях. Будет интересно почитать. Если пользуетесь гидраторами, напишите, как оно вам. Если не пользуетесь, напишите, почему. Будем дискутировать в комментах. Не забудьте поставить лайк этому видео. Поделиться им со своими друзьями. Поделиться им где только можно. Будем вместе развивать адекватную туристическую движуху. Не забудьте подписаться на наш лайв-канал, на нашу группу ВКонтакте, страницу на Фейсбуке и Инстаграм. Где только можно подписывайтесь. Там везде интересно. С вами был Владимир Чайкин. Ходите в походы, друзья. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok